В этот дом на Кирова-21 рейдовая группа уже наведывалась не раз. Дела с безопасностью здесь, мягко говоря, обстоят не очень. Но хозяин Владимир уверяет, на этот раз всё будет иначе. Пробелы и недостатки он устранит. Притопочный лист застелит, извещатель отремонтирует, а трещины вот-вот замажет глиной. Да и штукатурка, говорит, обвалилась перед самым приходом инспектора. До этого всё было хорошо. Сотрудник МЧС, в свою очередь, не так оптимистичен. Ведь нарушенная целостность печи говорит о том, что техническое обслуживание не было сделано вовремя. А это может стать причиной задымления, пожара или выхода угарного газа. И это с учётом того, что в доме маленький ребёнок. Как показывает практика, такое жилище – не единичный случай. Следующий адрес – переулок Полесский, 20. Здесь ситуация лучше, но всё же замечание есть. Первое, на что делает акцент спасатель – опять же, неисправная печь. И если в зале вопрос к состоянию отопительного прибора, то на кухне скорее к содержимому. Причём как внутри, так и снаружи. Рядом с обувью на русской печи можно увидеть окурки от сигарет. После краткого инструктажа хозяйка получает рекомендации к устранению и обещает поговорить с мужем и сыном на предмет курения за пределами дома. Курение в доме является одним из самых основных факторов, по которому гибнут люди. Сегодня человек курит возле печки, завтра человек будет курить, сидя на диване. Поэтому такие моменты мы опять же профилактируем, рекомендуем людям выходить на улицу, оборудовать для этого места для курения. Пробелы в безопасности, к слову, ищут не только огнеборцы, но и сотрудники Горгаза и территориального центра социального обслуживания. Если первые смотрят на исправность баллона и плиты, то вторые на условия жизни, в частности, одиноких людей и пенсионеров. Объясняем о том, что есть необходимость, чтобы приобретали пожарные извещатели. Если есть необходимость приобретения, мы рассказываем, куда обращаться за помощью. И также мы предоставляем им информацию о том, что у нас есть все необходимые средства и возможности для оказания им социальной помощи и поддержки. Ежегодно автономный пожарный извещатель спасает немалое количество жизней. В 2019 в Могилевской области благодаря АПИ не погибли 78 человек, 16 из них дети. Само же совместное движение прошло в преддверии акции «Единый день безопасности», которая стартует с 20 февраля и продлится по 1 марта. Однако эта тема заслуживает внимания каждый день. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Вавруйск, 360.